всем привет в этом видео я хочу показать вам свои любимые кисти это те кисти которые без которых у меня не обходится ни один макияж лично для себя это именно тот набор кистей которые я беру с собой в дорогу да если я еду куда-то путешествовать и давайте начнем с кистей для лица вот кисти да это мои любимые кисти которыми я в основном все время пользуюсь кисть для тональной основы я вот покажу вам вот такие две кисточки одна кисточка это duo фибра которая дает более легкое покрытие до в основном я и пользуюсь летом если наношу тональную основу она дает очень тонкое и легкое покрытие и вторая кисть это уже более плотно эта кисть от real техник эксперт фейс браш а эта кисточка 125 от зоева эта кисть дает более плотное покрытие ей я в основном пользуюсь зимой или когда у меня проблемная кожа до какие-то высыпания или какие-то пятнышки которые нужно вскрыть в основном я пользуюсь вот этой кистью эта кисть дает легкое покрытие это моя кисточка которой я пользуюсь летом в летнее время ну или зимой если у меня хорошая кожа вот две кисточки для тональной основы дальше вот такая большая пушистая кисть для пудры обычная кисточка пушистая очень мягкая крупная да такая достаточно наношу ей рассыпчатую пудру я вообще в принципе предпочитаю больше рассыпчатые пудры чем компактные вот обычная кисть real техник это powder brush кисточка для пудры дальше для контурирования лица и для нанесения румян я использую вот такую мягкую кисточку и для нанесения бронзера ей я делаю не делаю выделяю скулы можно выделить более тоненькой кистью но с этой кистью получается более натуральный эффект то есть она наносит продукт и тут же его растушевывает и она такая достаточно крупная вот и мне нравится что она дает более натуральный эффект нет никаких таких четких линий на лице и этой же кисточкой я наношу румяна на щечки поэтому в принципе если я куда-то еду путешествовать я беру только одну кисточку следующая кисточка это кисть маленькая этой кистью я наношу хайлайтер на скулы под бровь на галочку над верхней губой обычная не такая некрупная синтетическая кисточка для нанесения хайлайтера и кисточки для глаз я люблю работать растушевочными кисточками я вообще не очень люблю такие четкие макияжи мне нравится когда цвета плавно перетекают друг в друга вот и поэтому такой эффект добивается с помощью именно тушевки до хорошей поэтому у меня вот в основном растушевочные кисти и две вот такие плоские кисточки одной я наношу основной цвет на глаз а второй я затемняю уголочек глаза такая более для темных оттенков теней и вот две кисточки карандаш это все кисти зоева это у меня такой наборчик для глаз две кисточки карандаш одна чуть покрупнее другая чуть помельче имя допустим если мне нужно углубить складочку века до более насыщенным более темным оттенком наношу вот этой кисточкой я наношу на нижнее веко также растушевываю этой кистью и две кисточки для растушевки до для растушевки всех границ для нанесения цвета в складочку века то есть вот такие две кисточки для растушевки и последняя кисточка это скошенная тонкая кисть которой можно как прорисовать брови также и нарисовать очень тоненькие до или широкие стрелки тут уже кто как любит но вот такая обычная плоская кисточка для нанесения подводки или для прорисовки бровей это и есть самые необходимые кисти лично для меня это те кисти которыми я в основном в основном пользуюсь те кисти которые я беру с собой в путешествие вот и как бы мои можно сказать самые любимые кисти хотя я вообще фанат кистей да я люблю все свои кисти но это именно те которыми я в основном делаю макияжи для себя вот и если вам было полезно или интересно это видео то ставьте пальчики вверх подписывайтесь на мой канал оставляйте ваши комментарии и всем спасибо за просмотр всем пока